Еще новость последнего часа. За минувшие сутки украинские военные, по информации ополчения Донецка, потеряли 150 человек убитыми, около 2-3 тысяч остаются в котле. В свою очередь из киевских штабов сообщили, что при отходе из Дебальцев убиты 13 военнослужащих и более 150 ранены. И украинское командование, похоже, уже ищет виноватых в поражении, хотя отрицает само существование котла. Одновременно участники силовой операции делают агрессивные заявления уже в адрес Крыма. Что готовы прийти туда с оружием и всех сжечь. Обо всем по порядку Сергей Зенин. То, что Порошенко постоянно отрицал, теперь свершившийся факт. Котел в Дебальцево захлопнулся, из него пошел пар. Солдаты и офицеры сдаются сотнями. Поиск стрелочника, задача номер один для президента Украины и козлом отпущения назначен командующий АТО, генерал-лейтенант Сергей Попко. Интересно, что на его место пришел другой специалист по созданию котлов, генерал-полковник Геннадий Воробьев. Он загнал в окружение собственных солдат под Иловайском. Тогда, по разным подсчетам, погибло от 8 до 12 тысяч бойцов ВСУ. Тем временем провокации, которые периодически устраивают неподконтрольные президенты Украины батальоны, могут привести к срыву минских договоренностей и очередной эскалации конфликта. И окружение Петра Порошенко предпринимает попытки дистанцироваться от яростных сторонников войны. Давайте хоть раз в жизни скажем правду. Смотрите, давайте правду скажем. Кто привел ситуацию на Востоке? Кто привел? Когда говорят только Путин, это очень удобный ответ. Да нет. Это не лишь Путин скористался в ситуации. Я ценю и привел его тот, кто сегодня возглавляет СНБО. СНБО, Совет национальной безопасности возглавляет еще один ястреб украинской политики Александр Турчинов. По словам депутата Каплина, войну можно было закончить сразу после объявления перемирия. Но ни Яценюк, ни Турчинов в этом не заинтересованы. Врагов на Украине сейчас ищут повсеместно. Весь состав Киевского окружного административного суда отказался рассматривать дело о запрете деятельности Коммунистической партии Украины. Вызвано это тем, что в кабинете судьи, который ведет дело, прошел обыск. Судья Валерий Кузьменко заявил о самоотводе и сказал, что расценивает обыск как давление на суд. На грани закрытия программа «Шустер Лайф» и все из-за высказывания российского журналиста Максима Шевченко, которое прозвучало во время ток-шоу на телеканале «112 Украина». Фразы о карательной операции и братоубийственной войне сочли пропагандистскими, направленными против Украины. Представители телеканала уже заявили, что впредь будут контролировать процесс приглашения гостей в студию и наполнение эфира телепрограммы «Шустер Лайф». Но шило в мешке не утаишь. Материалы о том же Дебальцево уже появляются и в киевских СМИ, где признают, что находящиеся в котле украинские военнослужащие деморализованы. Вперед в успех в их глазах не видно. Они устали, они плохо понимают приказы, которые им отдают командование. И они также склоняются к мысли, что Дебальцево дела очень плохие. И, скорее всего, это действительно не оперативное окружение, а котел. Ну или можно назвать его как угодно, но в ситуации там мало контролируется украинская армия. То, что украинская армия несет огромные потери, подтвердил лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош. Наши потери увеличиваются непропорционально и, мягко говоря, ощутимо. Многие из тех, кто еще год назад активно устраивали так называемый Евромайдан, в зону боевых действий отправляться не готовы. Например, активист Юрий Ларченко в феврале прошлого года уверенно и нагло вел себя с сотрудниками милиции и снимал все происходящее на видео. Я говорю, документы, Биом, я с оружием, предупреждаю последний раз. Ларченко тоже получил повестку и уже в видеообращении заявил, что воевать не будет якобы из-за сломанной руки и врача, который отказался за свой счет сделать рентгеновский снимок герою. Он-то и отбил у активиста Евромайдана желание Родине служить. Мне просто после такого обращения особого желания ехать и защищать это быдло, которое... ну просто я не могу его назвать человеком. В Киеве тем временем сегодня отдавали дань памяти так называемой Небесной сотне. 18 февраля день, когда пролилась первая кровь. В молебне по погибшим участвовали и те, кто был в те дни на Майдане. Ну смотрите, если они не напрасно полегли, то почему им государство ничем не может помочь? Сколько обращается матерей погибших ребят, что никакой помощи нет? Значит, наше правительство думает, что они погибли напрасно. Им звание героев не нужно. Вот и все, что я могу сказать. Украинские эксперты считают, что в ближайшее время страна столкнется с большими проблемами, когда домой с Юго-Востока начнут возвращаться участники кампании, обернувшейся военной катастрофой. Это невероятно проблемная, депрессивная часть нашего общества. Те, кто хотя бы пару месяцев провел в этом ужасе и выжил. Они занимались мародерством и убивали. И эти люди станут очень серьезной проблемой. Надо понимать, что часть их начнет искать себя в преступном мире. Потому что сложно вернуться к нормальной жизни. А тут все условия созданы. Еще и ствол с собой привезли, а еще два где-нибудь закопали. Но несмотря на все это, в украинском эфире громко звучат голоса настроенных воевать. И в этом ряду особо отметился комбат Юрия Береза, который на одном из ток-шоу пояснил, какими способами его батальон Днепр-1 готов возвращать Украине Крым. С оружием мы придем в Крым и оккупант его покинет. Сейчас армия уже не та. Мы используем оружие и вы нас никак не убедите в том, что мы будем освобождать Крым как-то культурно. Нужно будет сожжем всех. Такие заявления на фоне разрушенного юго-востока Украины демонстрируют, чего избежали крымчане, определив свое будущее на референдуме почти год назад. А тем временем простые украинцы уже понимают, что в агонии последних попыток взять ситуацию под контроль власть может погубить еще сотни молодых солдат. Со вчерашнего вечера люди блокируют движение трассы Киев ровно. Это родные друзья бойцов 128-й бригады вооруженных сил Украины, которая стояла под Дебальцево. Свою акцию они уже назвали бессрочной.